Эфир канал ОТС продолжает программа экстренный вызов. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брошенная машина простояла на всеобщем обозрении полдня. Тело женщины обнаружили в автомобиле на Бугринском мосту. Правоохранители ищут криминальный след. Практически неповрежденный серебристый Ниссан Санни автомобилисты заметили на Бугринском мосту еще рано утром. Как сообщали пользователи социальных сетей, автомобиль видели в 7 и даже в 5 часов. Когда брошенным авто наконец заинтересовались правоохранители, в салоне они обнаружили страшную находку. Тело женщины со следами побоев. Личность погибшей уже установили. Точную причину смерти эксперты смогут назвать только после вскрытия. Однако уже сейчас есть основания полагать. Женщину убили. Обнаружен автомобиль, на заднем сидении которого находилось тело 52-летней женщины. По данному факту, следственным отделом по Кировскому району следственного управления организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По некоторой информации, автомобиль, в котором нашли тело, угнали накануне. Тем временем полиция ищет очевидцев гибели женщины. Предварительно установлено. Серебристый Ниссан появился на Буглинском мосту 15 декабря между полуночью и часом ночи. Свидетели и правоохранители просят позвонить по телефону, указанному внизу экрана. Пожар на острове Кудряш в Новосибирском районе области унес две человеческие жизни. Обстоятельства огненного происшествия выясняют следователи комитета. О возгорании дачного домика в СНТ «Волна» в пожарно-спасательную службу очевидцы сообщили около полудня. На момент прибытия огнеборцев каркасно-засыпное строение уже догорало. Ликвидировав открытое горение с помощью снега и лопат, специалисты приступили к разбору сгоревших конструкций и обнаружили тела двух мужчин. Предположительно погибли сторож и его гость. Наиболее вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Следователи СКР проводят уголовно-процессуальную проверку, по результатам которой примут решение, возбуждать ли уголовное дело. Напился и устроил шоу для всех пассажиров. Авиадебошир не сумел улететь в Москву без приключений и теперь рискует поплатиться свободой. Рейс 176 авиакомпании С-7 должен был вылететь из Новосибирска накануне вечером. Но, как было запланировано, без четверти девять самолет так и не начал подниматься в воздух. Один из пассажиров устроил пьяный дебош. Командир воздушного судна принял решение лететь без неадекватного мужчины. В итоге вместо столицы пьяный дебошир отправился в полицию. Сотрудники полиции прибыли к авиалайнеру и доставили мужчину в состоянии алкогольного опьянения в дежурную часть, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Сообразили на троих. В Новосибирске будут судить группу молодых налетчиков, которых обвиняют в серии имущественных преступлений. На счету фигурантов два грабежа и кража. Всего им удалось похитить около 300 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения во всех подробностях запечатлели похождения лихой троицы. Причем молодые люди, видимо, учли этот момент, облачившись в неприметную темную одежду и маски с прорезями для глаз. Один из злоумышленников даже обернул обувь в целлофановые пакеты, чтобы не оставлять следов. Под его чутким руководством двое парней разбили окно в продуктовом магазине и налетчик, пробравшись внутрь, украл из кассы 15 тысяч рублей. Чуть раньше компаньоны побывали на автозаправке. В данном случае трое неизвестных дождались, когда из помещения выйдет заправщик, которого один из них, угрожая битвой, стал удерживать на улице. В это время двое других зашли в помещение магазина и похитили у кассира более 200 тысяч рублей. За два дня до этих событий фигуранта ограбили еще один магазин. Удерживая продавца, они обчистили кассу и, прихватив сигарет, скрылись в неизвестном направлении. Улов тогда составил 65 тысяч. Все преступления ограбители в масках совершили в течение пары суток на территории Дзержинского района Новосибирска. Несмотря на принятые меры конспирации, полицейские сумели их вычислить и обезвредить. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изучив записи с камер видеонаблюдения, а также опросив потерпевших и сопоставив приметы нападавших, сотрудники уголовного розыска установили, что совершенным преступлением причастны одни и те же лица. Вскоре полицейские задержали подозреваемых в грабежах и краже. Ими оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 18 и 19 лет. Третьего налетчика по-прежнему ищут. А вот его подельники, которые ранее проблем с законом не имели, теперь предстанут перед судом. Обвиняемым грозит наказание за кражу и грабежи, совершенные в составе группы. Ни денег, ни зубов и без права на надежду. Врач стоматологической клиники с жизнеутверждающим названием стал фигурантом уже третьего уголовного дела. Дантисы подозревают в мошенничестве почти на миллион рублей. Они как мошенники, пользуются моими деньгами, а услуги по протезированию не выполнили. Карточки пациента нет. Договор подписывал, а даже копию на руки не дает. То виноваты сотрудники лаборатории, то сам Александр Николаевич что-то перепутал. В итоге ни денег, ни протеза. Вся эпопея тянется уже больше двух месяцев. Бабушка сидит дома без зубов. Мошенники чистой воды. Все как под копирку. Выманивание денег, обещание скидок, требования предоплаты. И таких негативных отзывов в интернете десятки. Стоматолог Александр Малых принимал в клинике «Надежда» на улице Димакова. И довольным из его кресла, похоже, никто не выходил. Пациенты утверждают, врач обещал им голливудскую улыбку, но обманул. Одним обточил зубы, другим снял слепки, но до ума дело так и не довел. Оставшись без денег и без протезов, клиенты обратились в прокуратуру. Стали поступать многочисленные обращения граждан, в основном людей пожилого возраста, о том, что стоматологическая клиника «Надежда», расположенная на улице Димакова, а именно работающий в этой клинике стоматолог, берет денежные средства, однако в последующем не оказывает стоматологические услуги. Всего поступило 8 таких обращений, однако мы полагаем, что могут быть и другие обманутые этим стоматологом граждане. Результаты проверки прокуроры направили в советский отдел полиции для возбуждения уголовного дела. В арсенале стоматолога Александра Малых оно стало уже третьим. Дантистам-аферистам правоохранители заинтересовались еще несколько месяцев назад, когда в Искитимский отдел МВД посыпались десятки заявлений от жителей села Сосновка и поселка Чернореченский. Где протезист оборудовал медицинские кабинеты. Там он принимал граждан и при этом оказал некачественные услуги, либо вообще данных услуг не оказал, однако взял с граждан деньги. Здесь потерпевшими призваны более 10 человек. Еще два факта преступной деятельности подозреваемого установлены по территории города Новосибирска. Они связаны с тем, что данный гражданин брал деньги якобы на развитие бизнеса, однако впоследствии их не вернул. Также установлен один факт неоплаты поставленных в зубных протезах. Сейчас все уголовные дела объединены в одно производство. Следователи подсчитали совокупный ущерб, причиненный потерпевшим. Это почти миллион рублей. До конца года горе-стоматологу предъявят обвинение в мошенничествах, совершенных с использованием служебного положения. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok